Лето в самом разгаре. И хотя большинство предпочитают проводить свободное время за городом, у водоемов, культурная программа остается насыщенной. Куда можно сходить в Рязани в выходные? Расскажу прямо сейчас. Одна из главных достопримечательностей нашего города – соборная колокольня, памятник архитектуры 18-19 веков. Это одно из самых высоких зданий в Рязани, примерно 83 метра. Но знаменит она не только этим, а связанной с ней городской легендой. Наверное, одно из старейших мест для загадывания желаний в нашем городе – это арка «Соборный колокольник». К сожалению, сейчас она в основном закрыта, а вообще считалось такое тоже народное поверье, что если, проходя под этой аркой, загадать желание, то она обязательно сбудется. Вообще, арочные проходы, как правило, часто наделяют такой волшебной силой. Не только в Рязани, но и в других городах такие легенды, такие предания есть. Здесь же, в Рязанском Кремле, есть небольшой арт-объект, который не обделен вниманием туристов. Это перо удачи. Оно находится рядом с музеем Рязанского леденца. По заверению экскурсоводов, если его потереть, это обязательно принесет удачу. Впрочем, такой же эффект гарантирован, если навестить рязанского косопуза. Потереть на удачу можно, например, его топор или мизинец. Мы видим, у косопуза уже мизинчик начинают натирать пальцами. Тоже есть определенные такие традиции. Памятник Есенину, который находится в Константиново, если обратили внимание, у него тоже натерт указательный палец. Все, кто фотографируется с памятником, так и норовят. Этот палец схватится, он так выделяется. За него удобно браться, действительно. Ну и теперь есть легенда, что да, обязательно нужно подержаться за палец Есенины, загадать желание, оно обязательно сбудется. Грибная команда также сулит исполнить желание. Грибам гости города горожане натирают носы. Их можно встретить по всему городу и в городском парке, и на Лыбецком бульваре. Здесь же, кстати, на Лыбецком есть еще одно счастливое место. Когда-то, в начале 90-х годов, прошлого уже века, здесь на Лыбецком бульваре проходил симпозиум скульпторов. И скульпторы из разных городов России делали различные объекты, которые впоследствии остались здесь на Лыбецком бульваре. Вот один из них как раз вот такой интересный абстрактный объект зарождения жизни. Но через много-много лет он приобрел новое звучание, скажем так, и стал частью вот такой композиции, стал сыром фактически. А рядышком находится маленькая мышка, которая тоже буквально сразу с момента своего появления обросла легендами, скажем так. Желающие могут вложить ей в лапку монету, чтобы достичь финансового благополучия. О том, что в Рязани грибы с глазами, известно всем. И лето самое время отправиться на их поиски. Тем более, что этот квест может стать приятным прогулочным маршрутом. Сейчас мы находимся на набережной Рязанского Кремля. Здесь, неподалеку от нас, расположился гриб дозорный и гриб художник. А вот откуда они появились и почему так называются, знает далеко не каждый. В народе существует несколько теорий, откуда же появилось выражение «грибы с глазами». Одна из них гласит, что во время сражений с монголо-татарами в лесах Рязани разведчики придумали собственную систему наблюдения по грибам и разделили их на спящие и говорящие. Первые были целыми, а вторые враг повреждал. Он либо срезал их для приготовления еды, либо сбивал случайно. Таким образом, рязанцы понимали путь вражеских войск. Это дразнилка. Дразнилка мне больше всего нравится, что это говр рязанский, в Рязани грибы с глазами. Я его, конечно, не повторю. Их едять, а не глядять. Их беруть, а не бегуть. То есть, это просто такая дразнилка была. Сейчас в Рязани о местной достопримечательности можно не только услышать, но и увидеть ее. Скульпторы Василия и Полина Горбунова сделали 13 маленьких грибочков по всему историческому центру города. Самый первый стоит в Нижнем городском парке. Остальные в основном установлены на туристических маршрутах. И каждый в тематике того места, где он находится. Например, гриб Дозорный расположился у входа в Рязанский Кремль и следит за неприятелем из-за высокой травы. Но есть и те скульптуры, которые не привязаны к расположению и созданы по личной инициативе авторов. Еще один в Канищево у нас поставлен. А, и гриб Пионер тоже. Это частный гриб. Два из Пионера. На пожертвование сделан Арсен Валентинович Бабурина. И у нас Канищево это мы по собственной инициативе просто. Чтобы он на пруду сидел и рыбку ловил. Каждая композиция выполнена с вниманием к деталям и штрихам. Они добавлены для того, чтобы было интереснее рассматривать миниатюрные грибочки. Так, гриб-художник рисует вид на Рязанский Кремль. И если присмотреться к холсту, то там как раз виднеется пейзаж. Также на каждой миниатюре есть QR-код, пройдя по которому, можно прочитать историческую справку о том месте, где он находится. Грибы с глазами не только передают характер жителей города, но и рассказывают его историю. Ну и конечно неотъемлемая часть любой прогулки это обед. Гастрономические особенности Рязани. Если вы о них еще не слышали, я расскажу прямо сейчас. Рецептом старинного рязанского лакомства калинника в наши дни с удовольствием поделятся гостеприимные и дружелюбные жители села Новая Березово Сасовского района. И не просто поделятся, но и накормят гостей. Угощение из ржаной муки с начинкой из калины жители этого далекого села по сей день готовят в печи по технологиям дедов и прадедов. Именно здесь в ходе гастрономической экспедиции рязанские рестораторы встретились с местной жительницей Ниной Павловной. Она и научила профессионалов кулинарного дела, ищущих новые идеи прямо в народе, как готовить калинник. Руками сами все проделали, имели возможность попробовать. Еще как хлебосольная хозяйка, она с собой дала. Мы родным привезли. Но правда, мы когда попробовали, это вкус, он ни на что не похожий, интересный, мощный. Но мы прямо влюбились. Вкус калинника действительно сложный, объемный. Раскрывается разными гранями. От солоноватого, горького, до сладкого с небольшой кислинкой. Терпкий, как черемуха, запоминающийся, он точно не забудется тому, кто его попробовал. Здесь, конечно, вкус калины и яблок. И подчеркивается, черемуха в полном бой. Я думаю, что больше нет таких десертов с таким сочетанием. Исконная технология изготовления пирога занимает двое суток. Русская печь, особый замес теста. Рязанским мастерам удалось в ходе долгих экспериментов и поисков адаптировать процесс изготовления под современные условия. Но суть, идея и, главное, незабываемый вкус остались. В чем уникальность, мне показалось, во-первых, технологии запекания кондитерского изделия, но в капустном листе. Мы впервые с этим столкнулись. То есть, понятно, всем известны голубцы, чтобы делали десерт. Но капуста использовалась даже не столько для вкуса, сколько как пергамент. То есть, как материал, который позволяет не сгореть. И который в процессе запекания становился фантиком таким и позволял еще сохранить долго продукт. И когда там внучки приезжали, ну, не знаю, какие-то там вещи, то есть он лежит, его расковыряли. И вот, пожалуйста, вам, ну, к чаю. Современный рязанский калиник, несмотря на то, что капустный лист в приготовлении в ресторанных условиях использовать необходимость от пала, тоже хранится долго. И его запросто можно купить как сувенир, чтобы привезти близким в другой город или даже страну. Как напоминание о русском городе Рязани. А самое главное, что нашли ответ на вопрос гостей очень частый. А что бы съесть вашего рязанского? Это очень частый вопрос, был до этого без ответа. Ответы были таковы, что попробуйте паэлью, у нас она самая вкусная. Попробуйте, возьмите пиццу, не знаю, там, лазаньи. Хинкали сумасшедшие там в нашем рязанском ресторане и так далее. Естественно, мы все это не отвергли, остаются в ресторанах блюда разнообразных кухонь, потому что это такая все-таки возможность посредством еды перенестись куда-то там, свои воспоминания и так далее. Но практически в каждом ресторане уже ответ готов на вопрос, что бы съесть вашего. Сверху уже испеченный калиник покрывают глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Это дополняет весь спектр вкусов рязанского пирога сладким. Однако описать этот необычный и многогранный десерт словами – затея довольно неблагодарная. Чтобы почувствовать терпкость и незабываемый аромат калины, напоминающий о детстве и первых заморозках, горечь и слегка вяжущий оттенок черемухи, переносящий в цветущие майские кущи, грубоватую фактуру ржаной муки, теплом августа, обволакивающую душу, нежность джема и сладость глазури, переносящую к зимнему огню в печи бабушкиного дома. Все же стоит попробовать калиник и оценить этот новый, хорошо забытый старый рязанский пирог.